Смотрите прямо сейчас. Информационная программа «Наши новости». Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская смотрите сегодня в выпуске. Собственная формула, какими разработками алтайских ученых заинтересовались сразу три замминистра. Когда уже будет по-взрослому. Юные спортсмены-пятиборцы мечтают научиться выступать во всех видах. Во-первых, надо научиться сначала этому всему, а потом уже можно ждать всего этого. Университет или академия? Что напишут выпускникам медицинского в дипломах? Итак, вот уже несколько недель студентов одного из самых старых и уважаемых вузов Алтая будоражат неприятные слухи. Алтайский государственный медицинский университет проходит аккредитацию, итоги которой пока не вполне ясны. Главные опасения выпускающихся врачей в ближайшее время их универ могут понизить до академии. Соответствуют ли слухи действительности? Попытался разобраться Михаил Ширин. Дипломы не выдадут совсем, а пройденные с таким трудом госы заставят пересдавать осенью. Это лишь малая часть слухов, гуляющая среди выпускников Барнаульского меда. Оговорюсь сразу, все опасения о возможных итогах, идущей нынче аккредитацией АГМУ, студенты высказывают в соцсетях и в приватных беседах. На камеру они воплощение оптимизма. Я думаю, что навряд ли мы станем академией. Мы уверенно защитили свой голос. Ну, не знаю. Возможно, какие-то злые люди хотят нам навредить. Их бы спокойствие до сотрудникам ВУЗа. В ожидании решения комиссии нервы у последних, судя по всему, на пределе. Идите, пожалуйста, где-нибудь вот самым снимайте, убирайте. Вы направо не имеете указать? Мы не можем запретить, но и находиться здесь мы не можем разрешить. Предпосылок к тому, что один из ведущих медицинских университетов Западной Сибири, созданный в 1954 году, по легендине, и без помощи, самого Хрущева, и впервые вошедший в сотню лучших ВУЗов России по итогам 2014 года, может сменить статус на сегодня? Нет. Ежегодный мониторинг заведения всегда проходило нормально. Но если даже вдруг такое и произойдет, то дело это отнюдь не быстрое. И выпускники 2015 года получат нормальные дипломы, уверены специалисты. Для студентов не надо будет пересдавать никакие государственные экзамены. Им не надо будет пересдавать никакие зачеты и что-то там еще. Им не надо будет бояться, что они не получат диплом, а будут ждать какое-то время. В старейшем университете края о смене статуса знают не понаслышке. В 2008 году, не пройдя аккредитацию, педагогически стал академией. И вернул себе гордое имя университета только в 2014 году. При этом за 7-летний академический период здесь не упали ни качество преподавания, ни его финансирование. Ну, может быть, появился некий осадок, разочарование. Возможность грызть гранит науки у студентов-медиков, конечно, никто не отберет. Но вот останется ли этот гранит с привычным классическим вкусом университета, или, а преснее, до академии, покажет время. Повара пока молчат. Михаил Суирин, Алексей Фризин. Наши новости. Антимонопольная служба проверяет цены на лекарства в аптеках края. Мониторинг в ряде из них уже показал, что надбавка на препараты, которые отпускаются без рецепта, не превышает предельно допустимый уровень. Напомним, в результате весенней проверки было установлено, что в разных регионах повышение составило от 6 до 30%. Отметим, сейчас в крае действует федеральная система мониторинга доступности здравоохранения. На портале доступная-медицина.рф можно оставить жалобу на работу аптек, поликлиник и больниц. Ответ придет из уполномоченного органа власти. Кстати, здесь же есть калькулятор цен на лекарства, который позволяет не только рассчитать собственные бюджетные препараты, но и проверить, насколько законна стоимость лекарств в вашей аптеке. Разработки алтайских ученых в сфере медицины и биотехнологий заинтересовали федеральный центр. Сегодня в крае прибыла представительная делегация. В ее составе сразу три замминистра из Министерства экономического развития промышленности и торговли, образования и науки, а также вице-президент фонда Сколково. Чем обязан край на такому наплыву высокопоставленных чиновников и какая в том польза нашим ученым, расскажет Юлия Гадар. Новый препарат химозин – искусственно выведенный фермент-аналог желудочного сока телят, который необходим для производства сыров. В течение 20 лет российские промышленники были вынуждены покупать дорогостоящий ингредиент за рубежом – в Италии и Германии. Теперь, благодаря разработкам Алтайского инжинирингового центра Промбиотех, в нашей стране есть собственная формула, по которой можно наладить производство ценного фермента. А в этой лаборатории работают с семенной тканью сельхозкультур. Из одной картофелина можно получить сразу 300 клубней, которые не будут поддаваться плесени и гниению. Вот перед вами показан посадочный материал. Всё наглядно и доступно. Результат работы докторов наук и лабораторий, десятки разработок, эксперты из Москвы оценили как вполне перспективные. Оценки и рекомендации специалистов такого уровня, они чрезвычайно важны. Совершенно очевидно, что вы на правильном пути, и мы будем оказывать всяческую поддержку по всем направлениям. Министр экономического развития России также заметил, что на фоне 20 регионов России, где существуют подобные научные центры, Алтайский край занимает достойную позицию. Однако подчеркнул, что это далеко не повод для гордости. Выглядит хорошо. С одной стороны, это заслуга Алтайского края, с другой стороны, недоработка других регионов, потому что я на своем выступлении говорил, что у нас, к сожалению, со времен распада Советского Союза очень сильно просело вообще направление биотехнологий, в первую очередь промышленные биотехнологии. Ясно, что для внедрения разработок краю необходимы серьезные денежные вливания. И сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Алтайского края и инновационным центром Сколково увеличивают возможности того, что крупные инвесторы заинтересуются перспективными проектами. И еще, теперь наш край сможет участвовать в конкурсе на государственную поддержку в числе 66 регионов. Однако, каковы будут размеры транша в случае победы, пока неизвестно. Юлия Гадар, Павел Лауронин. Наши новости. А главный турист мира сегодня высоко оценил природный потенциал региона. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации «Талиприфай» обсудил с губернатором края перспективы развития ее. Одной из них станет включение Алтайской академии гостеприимства во Всемирную сеть кадрового развития туризма. Это поможет обмениваться опытом сотни учебных заведений подобного профиля. «Талиприфай» приехал на Алтай впервые. В планах гостя в ближайшие дни посетить курорт Белокуриха, комплекс «Бирюзовая Катунь», форум «Алтай.Роста». Кстати, сегодня он отметил, что наш регион свободно может использовать бренд Всемирной туристической организации при проведении масштабных мероприятий, подобных АТР. Кроме того, «Рифай» оценил выгодное расположение Алтая. Вы находите в центре, в сердце «Шелкового». Сейчас все в мире говорят о «Шелковом». Моим советом было бы то, чтобы вы пользовались этим. Сегодня алтайские депутаты обсудили предложение местных ученых вернуть наш регион в привычный ему часовой пояс плюс 4 часа к Москве. По мнению специалистов, после отмены перехода на зимнее время край оказался в неестественных для него условиях. Впрочем, у предложения есть и противники, которые уверены, что переход на новое время как раз противоречит биологическим ритмам жителей края. Мнение выслушала Маруся Загорска. Алтайские ученые предложили вернуть наш регион в привычный ему часовой пояс плюс 4 часа ко времени по Москве. После последней временной реформы осенью 2014 года. Наш регион навсегда остался в зимнем времени. И теперь деревенские жители, которые просыпаются с рассветом, вынуждены начинать рабочий день чуть ли не в 3 часа ночи. А сотрудники офисов, наоборот, работающие до 6 вечера, не успевают до дома добраться до сумерек. В Барнауле рабочий учебный день начинается в 8 утра и 21 декабря, когда восход солнца наблюдается в 8 часов 40 минут. И 21 июня, когда восход наблюдается в около 4 часов утра. Таким образом, продолжительность светового дня изменяется от 7,5 до 17 часов. Сотрудников Института водных и экологических проблем такие доводы не убедили. По их мнению, действующая система не наносит особого вреда ни рабочим процессам, ни здоровью жителей края. Многими известными специалистами в области исследования суточных ритмов человека, как зарубежными, так и отечественными, отмечается, что темное утро более неблагоприятно сказывается на состоянии человека, чем темный вечер, так как циркадные ритмы или биологические часы человека синхронизированы с циклами света и тьмы. Алтайские депутаты нашли здравое зерно в каждом из полярных мнений и попросили ученых более тщательно проработать вопрос перехода в новый часовой поезд. Ведь принять такое решение на местном уровне не удастся. Если край и отправится в путешествие во времени, то только вместе с соседними регионами. Для этого нужно доказать федеральному центру необходимость перехода на новое время. Кстати, сделать это смогли в Кемеровской области, которая хоть и находится с Алтаем в одном часовом поясе, но живет по вечному летнему времени. Маруся Загорская, Николай Шилко, Наши новости. Но даже если темнеть будет позже, ночные улицы все же не место для детей. Об этом напоминают полицейские, которые ищут тех, кто нарушает так называемый закон о комендантском часе. Стражи порядка проверяют дворы многоэтажных домов, подъезды, общественные места, клубы и задерживают тех, кому еще не исполнилось 18. В Рубцовске на берегу реки Олей, несмотря на ночное время, без сопровождения взрослых отдыхали 11 детей. Подростков отвезли по домам, а их родителям выписали штраф. Напомним, закон об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах действует в крае уже 5 лет. В прошлом году его нарушили более 4,5 тысяч детей. Ограничения действуют на несовершеннолетних возрасте до 16 лет с 22 часов до 6 часов местного времени. В возрасте от 16 до 18 лет с 23 часов до 6 часов местного времени. Ответственность возлагается на родителей, а также лиц их замещающих. В юбилейный год Великой Победы мы продолжаем рассказывать истории алтайских боевых соединений. Не каждой дивизии удавалось пройти войну от начала до конца. И наш сегодняшний сюжет о бригаде лыжников, которая в одном роковом сражении под городом Севском геройски погибла почти в полном составе. Слово Екатерине Гайсковой. Их называли «белые дьяволы». Таким же цветом долгое время была покрыта и их история. Пробелы в боевом пути 28-й лыжной бригады еще в начале 80-х взялась восстанавливать учитель Зимаревской школы Лариса Михеева. Задание – посетить места их воинской славы. Кружок красных следопытов получил прямо из крайкома комсомола. Мы тогда впервые услышали об этой бригаде. Ничего не знали. Был адрес Баклакова. Он был командиром этой бригады. Мы ему написали. Переписка с Василием Баклаковым. Вот его фотография. Продолжалась всего год. За это время он успел сообщить адреса и других живых ветеранов. Так в школе появились и письма, и фотографии. Командир бригады умер в 82-м году в Москве. Туда он попал уже после войны, хотя родился и вырос в Целинном районе. Из жителей Алтайского края, Новосибирской, Томской и других областей Сибири в августе 42-го года и была сформирована бригада лыжников. В первую очередь брали тех, кто имел спортивный разряд. Перед отправкой на фронт бойцы жили в лагере в районе нынешней Борзовой заимки. Вот в этом сосняке и располагался личный состав 28-й отдельной лыжной бригады. 25 октября началась подготовка. В это время здесь уже лежал снег. Бойцы отрабатывали метание гранат, стреляли и, конечно же, тренировались в ходьбе на лыжах. За ночь им приходилось преодолевать до 40 километров. Такие же расстояния покорялись ими уже на Центральном фронте. В феврале 43-го 28-я бригада, подвижная и маневренная, начала громить противника с тыла. В этих рейдах они уничтожали склады и гарнизоны, захватывали оружие. Когда началось отступление, белые дьяволы ночью по лесам уходили от Тульской области по направлению к Брянской, к городу Севску. Враг уже поджидал. Они поняли, что в лоб город не взять. И решили фланговыми ударами. И вот как раз основной удар, фланговый удар приходился с юго-запада, где оказалась наша 28-я лыжная бригада. Из общего состава 2977 человек, что было на 1 января, из окружения к Севску вышли непосредственно уже около 300 бойцов. Но 28-я лыжная бригада все же выполнила боевую задачу. Эхо их подвига раздавалось далеко впереди. Ведь после была Курская битва, во многом решившая исход Великой Отечественной. Алтайские поисковики в Севске не копали. Просто собирали все, что нашли на поверхности. Возможно, в будущем земля, где 28-я бригада обрела бессмертие, еще вернет нам останки героев. Екатерина Гаськова и Андрей Печоркин. Наши новости. О спорте. Завтра в Барнауле пройдет турнир по стритболу в парке Изумрудный. А в субботу и в воскресенье хоккеистки-коммунальщика примут на своем поле Казанское Динамо. Ну а новости спорта сегодняшнего дня в обзоре Юрия Борлиса. Сборная Алтайского края по современному пятиборью, тренируемая Андреем Пшеницыным, это Дю США-10, Рубин, сверхуспешно выступила в двоеборье. Это плавание плюс бег. Среди сверстников 2005 года рождения они стали лучшими на соревнованиях в Кирове. Лиза Шипедько из Рубцовска заняла первое место в личном зачете. Чем старше ребята становятся, тем они ближе к своей мечте, чтобы их пятиборье наконец-то таковым и стало для них. Два вида уже как-то скучно. Я уже освоила, я хожу примерно год уже на конный спорт. Мне очень нравится ходить, я жду, когда будет пятиборье, потому что в пятиборье легче попасть в тройку, там меньше народа собирается. Все места разобрали в командном зачете, нам уже было просто обидно. А потом какая-то была пауза, а потом уже нашу команду объявили. Там мы просто были вне себя от счастья. Летнее первенство Алтая по теннису завершилось сегодня на открытых кортах стадиона «Динамо». Среди 12-летних девочек в финале сошлись две новосибирских теннисистки. Маша Андриенко из Барнаула заняла третье место. У юношей Саши Бабухин из Бийска также на третьем. И в играх 16-летних парней в финал местные не прошли. Барнаулец Руслан Кузнецов также с бронзой, будем говорить. Среди девушек с 16-ти лет наша Анна Пухова уступила в финале 0-6-4-6. Условия очень хорошие. Всегда дают подарки, всегда хорошо встречают. Хорошие корты, хорошая погода у нас. С удовольствием приезжают спортсмены из других городов. Юрий Борлис, Павел Лаурнин, Александр Морозов. Наши новости. Ну а завтра вся страна будет отмечать День России. По историческим меркам это совсем юный праздник, который до 2002 года именовался днем принятия декларации о государственном суверенитете. Но, кстати, именно 12 июня Россия обрела президента. В этот день в 91-м состоялись первые в истории страны всенародные выборы и победу, на которых одержал Борис Ельцин. Завтра в крае, как и во всех регионах, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, а поздравления жителям начали поступать уже сегодня. В частности, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев отметил, цитируем, «Этот праздник является символом единства народов нашей страны. Любить свою родину – не просто высокие слова. Это значит быть честным, уважать старших и помогать тем, кто нуждается. Мы все ответственны за будущее России и хотим, чтобы страна, наш родной край и город развивались». Конец цитаты. Присоединяемся к поздравлениям и желаем хорошо провести эти выходные дни. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните к нам в редакцию 659-129. Добрых вам новостей. Берегите себя и до встречи.